Глава городского поселения Октябрьский 12 марта отчитался о проделанной работе за 2014 год. Мероприятие состоялось в 54-й школе. В своем выступлении Александр Терешин поблагодарил за сложенную работу Совет депутатов. Александр Николаевич отметил, что несмотря на решение важных социальных и экономических вопросов, до сих пор в приоритете остается решение задачи обеспечения жильем обманутых дольщиков. Наряду с этим в администрации остается острая проблема обеспечения жильем очередников. Этот вопрос решается не только в кабинетах местной администрации, но и стоит на повестке дня у главы Люберецкого района Владимира Ружицкого. За небольшой срок пребывания в качестве главы поселения Александру Терешину уже удалось решить множество сложных проблем. В городе модернизирован стадион Балятина, построено три спортивных площадки, отремонтировано 42. На сегодняшний день построен один детский сад и три ожидают реализации проекта. Построен храм и новая школа. Первый год этой школы было 17 классов, сейчас 27. Проектная мощность этой школы 33 класса и мы сейчас вынуждены говорить о том, что уже в учебном году, в 15-16 год, эта школа будет переполнена. И нам необходимо, как вы видите, школу с пристройкой, тут написано с пристройкой. И вот было решение Совета депутатов Люберецкого района. Были выделены деньги на решение вопросов проектных. И проектные работы завершены. И вот мы должны в 16-м году начать пристройку. По сути, еще одну новушку. Она будет четырехэтажная пристройка. И там будет много классов. И мы намереваемся туда перевести детей с первого по четвертый класс, что высвободит нам здесь классы. Одним словом, на перспективу даст нам еще места для детей, которые будут получать вот это образование. Октябрьский полностью освобожден от ракушек. Продолжается благоустройство города за счет озеленения и создания парковочных мест. Внедрена система «Безопасный город». В поселении работают камеры в видеонаблюдения. Построена новая котельная. Состоялся капитальный ремонт стационарного отделения больницы. Но даже несмотря на благоустройство медицинского учреждения, открытие новой больницы, а также стоматологии пункта скорой помощи, остается приоритетной задачей. Сейчас область, область я повторяю, приняла во внимание обращение жителей. И нам, Владимир Борисович, рекомендовано было найти в кратчайшие сроки тысячу метров квадратных помещения, где могли бы мы устроить эту поликлинию. Речь идет о том, что области вместе с районом озадачились этим вопросом, если можно так сказать, и уже готовы заключить какие-то договоры о выкупе этих помещений, об аренде этих помещений. Поскольку строить, ну, это долго, это землю надо, хотя и этот вопрос тоже неоднократно поднимался. И вопрос этот, я почему заостряю внимание, именно с подачи общественного совета сейчас вот так стал острее, чем он стоял до этого. Строительство поликлиники настоит в приоритетных задачах, и мы обязаны эти вопросы постоянно держать на контроле. Строительство корпуса стоматологии. Строительство корпуса стоматологии. Вы знаете, что там, где у нас находится больница, на территории больницы нам удалось построить за счет инвесторов, начинал это Михаил Юрьевич, и такое здание стоматологии на несколько кресел для того, чтобы мы могли вот заниматься детской стоматологией. Но строить это должны и обязаны, и строили за счет инвесторов, за счет тех инвесторов, которые нам уже 10 лет строят, вот построят этот дом на восточном, знаете, дом один. Очень тяжелые люди, тяжелые инвесторы, и кругом деньги, банки, жадничают. За счет них мы также задумали построить здание станции скорой помощи. Там есть она на фотографиях, я сейчас не помню страницу. Она у нас недостроена сейчас и тоже стоит в приоритетных задачах. В планах на 2015 год ожидается выполнение программы «Доступная среда», в рамках которой продолжится увеличение количества детских площадок, в том числе и для детей с ограниченными возможностями. В ближайшее время в городе планируется организовать работу многофункционального центра. Он будет располагаться на улице Восточный, дом один. Мы отдали под него 100 метров муниципальной площади, первый этаж. И в 2015 году он должен функционировать. Что это такое? Каждый житель придет, если ему нужно сделать перепланировку в квартире, выделить землю, решить еще какой-то любой вопрос, он сдает документы, ему говорят, приходите через месяц, все будет решено. Ставит дату и ставит, когда прийти. И все вопросы, он никуда не ходит, иногда там где-то он платит денежки, и все вопросы будут решаться в этом центре. В завершении доклада состоялась церемония вручения юбилейных медалей к 70-летию Великой Победы ветеранам Трудового фронта. Всего на период до 20 марта планируется вручить 53 медали.